Бойцы украинского спецподразделения Альфа отказались штурмовать административные здания в Донецке и Луганске. Об этом офицеры заявили на внеочередном совещании, где как раз и должно было решиться, во сколько начинать так называемую антитеррористическую операцию. Стоит сказать, что сотрудники милиции один за другим переходят на сторону мирных граждан, которые крайне недовольны новой киевской властью. Так в Харькове подполковник Андрей Чуйков публично сложил в себя полномочия, извинился перед народом и заявил, что впредь отказывается выполнять, как он уверяет, преступные приказы МВД. Площадь свободы в Харькове. Очередной митинг против действующей украинской власти. В толпе людей с георгиевскими лентами появляется человек в форме и просит дать ему слово. Подполковник намерен заявить об увольнении из органов и публично попросить прощения за то, что вынужден был выполнять преступные приказы из Киева. В ночь на 8 апреля во время штурма силовиков областной администрации он руководил одним из отрядов МВД. Как нам сказали, что там находятся вооруженные преступники. Ни одного вооруженного преступника я там не видел. Силы были неравны. Мне очень стыдно за то, что я принимал в этом участие. Я прошу меня простить. Молодец! Молодец! Андрей Чуйков. Милиционер с 18-летним стажем и старший преподаватель в Харьковском национальном университете внутренних дел. Другими словами, не дилетант в своем деле. И когда подполковнику сообщили, что министр Аваков ввел в городе так называемую антитеррористическую операцию, уже тогда офицера это сильно насторожило. Ведь по закону введение такого особого режима возможно только в том случае, когда речь идет о заложниках и вооруженном захвате. Ничего этого в случае с местной областной администрацией не было. Чуйков вспоминает, что во время штурма в здание отключили все камеры наблюдения. В полной экипировке сотни спецназовцев атаковали ничем не защищенных людей. 70 человек с неугодными новой власти взглядами были схвачены. Чуть позже большую часть из них арестовали. Я видел безоружных людей с одной палкой. Когда одному из них я крикнул «бросай», он ее бросил и начал убегать. Тут его догнал спецназ, скрутил, вооруженный пулеметами, автоматами и уволокли. После участия в этом штурме Андрею Чуйкову руководители вручили награду за борьбу с сепаратистами. Не считая своих земляков таковыми и чувствуя вину за произошедшее, подполковник от поощрения отказался. Уже тогда его поддержали сотни коллег. Я ухожу из органов внутренних дел до момента, когда в стране нашей не наступит конституционный порядок. Если мне будут отдавать приказы и дальше, за которые мне будет стыдно потом смотреть в глаза своему сыну, я их выполнять не желаю. Харьковская милиция в большинстве своем разделяет мою точку зрения. Просто всем есть что терять. На площади свободы после выступления перед многочисленными земляками подполковник показательно снял свой китель. Единственное, чего теперь опасается офицер, так это того, что за смелые высказывания и его самого вполне могут обвинить в сепаратизме. Впрочем, уже несколько коллег Чуйкова заявили, что также собираются последовать его примеру. И сегодня же подать рапорты на увольнение. Анастасия Щопова, Анастасия Коцуба, Сергей Ширков, Марина Старкова, НТВ, Харьков.